Администрация города может ввести санкции в отношении нерасторопных коммунальщиков. Об этом сегодня заявил глава управления ШКХ Андрей Кошурников. За несвоевременную расчистку крыши дворов от снега он предложил наказывать штрафами. Как сейчас оценивают работу управляющих компаний городские власти? В сюжете Дмитрий Ждарчука. Крупных коммунальных ЧП в новогодние праздники не было. С этого начало оперативное совещание с главами управляющих компаний Андрей Кошурников. Но в то же время начальник управления ЖКХ отметил, недостатков в деятельности коммунальщиков хватает. К примеру, дозвониться до них, вспоминал Андрей Кошурников, в праздники было невозможно. Срабатывал автоответчик, который перенаправлял там куда-то далеко как заявителя, так и наших диспетчеров. Заметили власти и снег во дворах. По мнению главы управления ЖКХ, руководители некоторых управляющих компаний в новогодние праздники решили не беспокоить своих дворников. В итоге, что не двор, то сугробы повсеместно. Особенно на проезжих частях. Проезжую часть дворники, как правило, забывают. Да и, наверное, берегут свое здоровье. Расчистить все дворы как можно скорее потребовал от управляющих компаний Андрей Кошурников. И перешел к главному – крышам и сосулькам. Новый год выдался снежным. Опасность схода ледяных глыб есть. Несмотря на морозную погоду, сейчас самое время расчищать кровли городских домов, уверены власти. А иначе штрафные санкции ждут тех, кто своевременно не уберет опасный лед. Представители управляющих компаний в ответ предложили властям не увлекаться санкциями, а работать совместно. Предупреждение пропилактика у нас все-таки на первом месте, а наказание на втором. Или нет, первое управление Ленинского района фотографирует конкретный дом и тут же, не сообщая управляющих компаний, не проводя работу с ней, направляет на протокол, значит, не срашивается. В свою очередь представители администрации назвали коммунальщикам все, по их мнению, болевые точки в городе, там, где сугробы и наледь на крышах. Устраним, пообещали представители управляющих компаний. Дмитрий Житарчук, Данил Кочкин, Бюро новостей, Давич.